ТЕМА 855 ТЕМА 855 ТЕМА 955 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 ТЕМА 12 ТЕМА 955 Так дорого, потому что великие риски, что в пустующий дом проберутся воры и что-нибудь испортят. Компания, занимающаяся оживлением домов, берет себе 0,75% до 1,5% от продажной цены дома. Это несколько тысяч долларов. Для владельца дома это все равно выгодно, потому что если дом продается более одного месяца, риэлторы снижают его цену на 10-20 тысяч долларов. В итоге в выигрыше остаются все, кто принимал в этом участие. Настоящий владелец дома, риэлторская контора, смотритель дома и фирма. Благодаря которой, собственно, и появилась дополнительная стоимость от продажи. Что можно сделать у нас? Как в России продавать квартиры дороже и быстрее у нас обычно продают не пустые, а уже обжитые квартиры. Их приходится показывать вместе с хозяевами внутри. С одной стороны, не, нужно подбирать мебели хаунситтеров. С другой стороны, нужно учить хозяев, как следует себя вести и чего не следует делать. Самое главное для наших квартир, это вынести из них весь бытовой хлам. Где надо? Подкрасить. Почистить ванную и прибрать в туалете. Очистить подоконники и балкон. Прибрать в шкафах. Потом желательно грамотно расставить мебель. Может быть, повесить на стены картины. Поменять электрические лампочки на более яркие. Возможно, придется поменять люстры. И сделать качественные красивые фотографии уютного симпатичного жилья. И именно их размещать в базе данных агентства или на свободных площадках по продаже квартир. Я когда вижу захламленные мебелью и барахлом квартиры, не только покупать их не хочу. Мне даже временно там жить не хочется. А я иногда подбираю себе квартирки для временного проживания в других городах. Так что работы не в проворот. Нужно только правильно себя подать и юридически все организовать. Заключить трехсторонний договор с риэлторским агентством и владельцем квартиры. Прописать в нем все условия и риски. Показательный личный пример из жизни. В прошлом году я подбирала себе двухкомнатную квартирку. Не для жизни, а для вложения денег. В нашем городе этим занимается половина населения. Когда я увидела в местной базе данных знакомый адрес. В этом доме прошло мое детство. Потом узнала, что квартира находится в среднем подъезде. То есть еще лучшее месторасположение и соседство. На таком же этаже, третьем, окна выходят на запад. Во двор и на сосны. Подумала, это судьба. Точно куплю. Приехала посмотреть. И ужаснулась. Квартира была пустая. Я впервые увидела под окном, что доски пола до стены не доходят. Плинтусов там не было. В полу огромные зазоры. Голая кухня. Это вид еще тот, кто покупал пустые квартиры на вторичке. Тот знает, что это такое. В туалете журчала вода из огромного вертикального бачка. Такие унитазы уже не делают. Жуткое зрелище. И несмотря на то, что квартиру я покупала не для себя, хотела сдавать военнослужащим. Выходя из нее, я уже была уверена, что покупать ее не хочу. Несмотря на то, что могла бы сделать в ней ремонт, облагородить ее вид. Она мне уже не нравилась. Увидеть голую, поношенную, разодранную квартиру. Это все равно, что видеть, как убивают курицу, которую вам принесут потом на обед. Вы такую курицу ни под каким соусом потом не захотите есть. А что ты хочешь? Твоя старая квартира была точно такая же. Сказал мне муж. Да. Но мы ее продали. Пять лет назад. Довольно быстро. Не торгуясь. Потому что она была жилая. Мой отец всегда в ней что-то ремонтировал. Поставил новый унитаз. Покрасил рамы в приятный зеленый цвет. Поклеил обои. Мы всегда подкрашивали деревянный пол. И на полу были постелены ковровые дорожки, которые заглушали шаги. В большой комнате посреди комнаты стоял шкаф так, что он разделил ее на спальню и гостиную. Очень оригинально смотрелось. Спальня еще была отделена шторкой от всего остального пространства. И вся квартира в целом была милая и уютная. Одна и та же квартира может выглядеть настолько по-разному, что и продавать ее можно за совершенно разные цены. Либо быстро и дорого, либо долго и дешево. Поэтому правильно поняли американцы, когда решили сделать бизнес на оживление пустующих квартир. Это то, что помогает продавать их быстро и дорого. Наши агентства недвижимости не могут и не хотят. И наши риэлторские агентства под давлением конкуренции и периодических застоев на рынке недвижимости скоро придем к выводу, что в этой сфере продажи можно сдвинуть с мертвой точки, если немного подсуетиться и пошевелиться. Пока у меня ощущение, что наши риэлторские конторы остались в 20 веке, несмотря на свободный доступ в интернет, даже в самой продвинутой базе недвижимости. В характеристиках продаваемого и сдаваемого в аренду жилья нет такой характеристики, как наличие интернета. А ведь для человека, снимающего жилье, это иногда важнее, чем этаж или количество минут до метро. В нашем городе огромная конкуренция между агентствами недвижимости, и при этом ни одно из них не публикует фотографии продаваемого жилья. В лучшем случае разместят фото дома снаружи, не сообщая, никуда смотрят окна. На улицу, во двор, на запад, на восток, ни каково расположение комнат, а куда сегодня без планировки. Они думают, клиент приедет и сам посмотрит. Да не приедет, особенно если он привык искать информацию в интернете, а не бегать по безликим адресам. А если приедет, то ужаснется и передумает покупать вторичку. Агент по недвижимости, с которым я первое время сотрудничала, бегал каждый раз, как я хотела посмотреть какую-либо квартиру, потому что он ничего о продаваемых квартирах не мог сказать. Почему бы при каждом показе ему не взять с собой фотоаппарат и не заснять квартиру на фото, чтобы следующему клиенту сначала показать фото, а не бегать в мороз пешком на другой конец города. Я через него так ничего и не купила. Зато купила квартиру у одной независимой агентши, более продвинутой, которая единственная из всех попавшихся мне агентов знала, на какую сторону показывают окна заинтересовавшей меня квартиры. Как раз оказалось, что окна смотрят в нужную мне сторону. Мы встретились в тот же день, а уже на следующий день мы оформили сделку. То есть иногда для быстрой продажи всего-то надо предоставить более подробную информацию. Поэтому в каждом городе, даже в продвинутой Москве, я думаю, можно создать подобную фирму по улучшению продажных качеств жилья. Мне кажется, нужно начать с тех, кому нужно продать квартиру быстро. Те всегда готовы рискнуть и немного потерять в деньгах, лишь бы продать свое жилье. А тут вы им можете предложить не потерять в деньгах, а даже выиграть. А всего-то надо выбросить из квартиры все лишние, почистить туалет и ванную, переставить мебель и обновить лампочки. Это можно сделать за три дня. Сделать хорошие фотографии и выложить их в интернет. Еще один день. Вложения минимальные. Бизнес новый, интересный и денежный. Кстати, фирма по оживлению домов ЧООМС Распространяет свой бизнес по франшизе. Казалось бы, как это возможно, но возможно. То есть вы можете зарабатывать на своих услугах не только в своем городе, но и по всей России, если, конечно, сумеете все правильно организовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова